Заседание по делу черных риэлторов должно было начаться в 9 часов утра, но для того, чтобы собраться всем участникам процесса, потребовалось 2 часа. Дело беспрецедентное, только обвиняемых 48 человек, плюс 50 адвокатов и 39 потерпевших. В здании суда просто не нашлось такого зала, чтобы вместить всех участников, поэтому заседание перенесли в культурный центр МВД. Ущерб от действий преступной группы оценивают более чем в 90 миллионов рублей, он связан с жилищными махинациями. Дело обещает быть громким и долгим. Помещение с решетками – необычная декорация для концертного зала. На скамье подсудимых – те, кого подозревают в мошенничестве, подделке документов и участии в организованном преступном сообществе. Более 40 человек – это уже большое количество. Также надо понимать и тяжесть совершенного преступления. Дело расследовалось более двух лет, поэтому дело очень масштабное. В связи с этим была создана группа гособвинителей. По версии обвинения преступная схема работала 4 года. Почтальоны и соцработники искали одиноких пенсионеров и алкоголиков. К ним сначала втирались в доверие, а после вывозили подальше в область. В это время риэлторы оформляли жилье на себя. Проворачивать сделки без участия собственников им помогали сотрудники рекпалаты. Незаконно полученные квартиры после перепродавали. Они продали мою двухкомнатную квартиру, купили мне однокомнатную. Однокомнатная оказалась наследником. Все это в конечном итоге всплыло. Гражданские суды, естественно, на стороне этого наследника. А мы остались без силы. У меня была похищена квартира в Самаре. И на эти деньги куплен бомжатник, принадлежащий Тюменцевым в Нефтегорском районе. В селе Утюжков, в который возили таких же жертв, опаивали, забирая квартиры в Самаре. По материалам дела, черные риэлторы завладели тремя десятками квартир. Законным хозяевам пока вернули только половину из них. Преступный бизнес, по версии следствия, организовали известные в Самаре риэлторы Ирина Тюменцева и Оксана Пименова. Мы настаиваем на том, что вина Тюменцевой не доказана. Мы будем настаивать на постановление оправдательного приговора, безусловно. По делу допущены многочисленные нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального закона. Мы полагаем, что в данной ситуации приговор в принципе не может быть постановлен. По прогнозам обвинения, рассмотрение этого дела продлится не меньше 9 месяцев. В зависимости от роли каждого в преступной группе, подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы и крупные штрафы. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.